Поэтому плавно переходим к Ярославу, который сейчас скажет всю правду о Польше и не только. Да, но я в продолжении темы, которую Максим говорит, она навернулся со Штатов. В действительности рекламы очень много и везде. Ну, надо учитывать, что в Штатах полтора миллиона адвокатов, две третьих адвокатов находятся, скажем, в Америке, поэтому им в действительности нужно конкурировать. А вот тут Валентин там шутку сказал, да, я надеюсь, что это все-таки были собеседования, но мой хороший знакомый, которому уже там за 70, он говорил, что каждое последнее свидание, оно, говорит, переходит почти только в собеседование. Я надеюсь, что вы собеседование проводите. У меня еще тот возраст, когда я могу пособеседовать. Значит, ну, теперь к теме. Как я сказал с самого начала, мы не выходили на рынок Польши. Фактически мы с самого начала основания, компания была создана с офисами в Киеве и Варшаве. Единственное, что в 2013 году мы заключили партнерское соглашение и с ТПЕ и Глобал, это тогда, когда мы, когда в Украине был принят изменение в налоговый кодекс, когда была внедрена практика трансферного ценообразования, и вот мы стали, скажем, 60-й страной и подписали партнерское соглашение с ТПЕ и Глобал, с Амстадамом. Если говорить о истории, скажем, нашей компании, вообще-то юридический бизнес я прошел в начале 2000-х годов, до этого я себя попробовал и все время, скажем, занимался аудиторским бизнесом. Мне очень нравились, скажем, вопросы, связанные с налогообложением, в том числе пробовал и материальный бизнес, и все, что люблю, люблю управление. Значит, и с Польшей у меня связано очень много, свои первые деньги я заработал в Польше или на поляках, и вот в 2005 году, когда, после революции, правда, у нас была ситуация такая, что у нас не закрывались двери. Вот польские клиенты, они постоянно к нам, скажем, приходили, и все смотрели на Украину. И мой коллега, давний мой друг Лешик Ляхович, это один из адвокатов польских, да, он приехал в 2005 году и говорит, у меня есть идея. Давай мы, скажем, не будем просто направлять друг другу клиентов, да, мы все-таки, скажем, сделаем совместную компанию. И это был определенный вызов для меня и для наших партнеров, потому что мы всегда идем, да, там, за клиентами, с одной стороны, с другой стороны, очень важно, скажем, это партнеры, а, ну, те, кто со мной работает, знают, те, кто со мной живет, и те, кто со мной работает, знают, что со мной не очень просто. Значит, поэтому вот мы знакомы до мной, и его предложение мы долго не отговаривали, и мы, в принципе, приняли, скажем, решение. Задача наша была как раз помочь польскому и европейскому бизнесу, тот, который имел огромное желание в то время выходить на украинский рынок. В то время мы заполучили очень больших, очень интересных клиентов, которые имели виды на Одесской припортовой, Укртелеком, энергетику, и в том числе там по строительству автострад. Значит, польский офис, он на базе компании «Лешик», значит, да, он был у нас, я его называл поштором-мящиком по отношению европейского бизнеса, польского бизнеса, который хотел идти в Украину. И, в принципе, скажем, все большие и средние компании или есть, или были, скажем, нашими клиентами. Кстати, польские клиенты, точно так же, как и наши, не любят эти деньги, да, то есть они все время ищут, и ищут, как, скажем, воспользоваться услугами, а не заплатить. И в это, скажем, время было очень... Если можно добавлю, в Австрии, например, счета выставляют автокаты. Они могут выставить счет один раз в год. То есть целый год они работают и выставляют счет. И вот так случилось тоже с одним из наших клиентов. Я вот вам расскажу, как это закончилось. Да, и когда у нас 13-й год и произошла определенная... Ну, те события, которые произошли, и я в 13-м году для себя понял одну, скажем, простую вещь. То есть, что все просто так не будет. И мы посмотрели и кардинально подошли к работе нашего офиса варшавского. Потому что я понимал, что ситуация, если она будет развиваться так радикально, то фактически, скажем, российский рынок так или иначе закроется. И вот в начале 2014 года нами была подготовлена стратегия, и мы пошли по кардинальному изменению работы нашего офиса варшаве. Да, правда, в 2011 году мы в какой-то мере потеряли, скажем, нашего партнера Лешика, потому что он ушел в Европарламент руководителем группы советников вице-президента. Ну, и в то время он уже не мог, скажем, руководить нашим офисом. И вот начиная с начала 2014 года была разработана определенная стратегия. Да, она была, ну, рисковая, но мы, все-таки, скажем, решили ее оплатить жизнь. Да, и учитывая то, что у нас очень, я на то время был руководителем или представителем комитета налогового комитета, налогового таможенного комитета польско-украинской хозяйственной палаты, кстати, польское правительство, польское министерство экономики, посольство, они очень открыты к бизнесу, они очень помогают, скажем, у бизнеса. Я тогда предложил, скажем, у стратегии, в том числе и для посольства, для Министерства экономики Польши, да, быть первой страной, которая, вот, предложит и станет той площадкой, как я, там, придумал вот этот слоган, Чистан и Польша, экономия Европы для украинского бизнеса. И тогда все, действительно, к этому скептически, но, в принципе, меня поддержали, и мы начали вот определенную, такую, скажем, работу совместно с Минэкономикой Польши и с посольством, как раз по промыванию, по продвижению этого, скажем, направления. И, в принципе, вот на сегодняшний день, что мы имеем? Вот ситуация, выход на другие рынки, я имею в виду бизнеса, не юридического, а вообще бизнеса, в том числе и инвестирование, это должен быть осознанный шаг, и его иногда очень сильно, скажем, ну, к этому сильно готовятся, и к этому надо быть, к этому надо готовиться. К сожалению, ситуация, которая сложилась, когда в 2014 году начали закрываться рынки российские и восточные, открываться европейские, наш бизнес, наши клиенты, наши инвесторы к этому не были, скажем, готовы. На сегодняшний день мы имеем две категории клиентов. Это экспортеры, второе – это инвесторы. Но этих инвесторов мы можем разделить, я их делю на три подгруппы. Первое – это те, кто открывает компании, инвестирует корпоративные права в Польшу, но не понимают для чего, но хотят воспользоваться теми преимуществами, которые есть в польском законодательстве для учредителей и членов управления, для того, чтобы получить время наибры и постоянное место жительства. Второе – это те, которые имеют тут производство, это где-то была наша идея, наша стратегия, они открывают там свои торговые дома. Ну, это компании, мы их называем торговыми домами. Через эти компании они могут как экспортировать, так импортировать. За счет, да, налоговые ставки фактически почти как у нас, чуть ниже. Ярослав, я вот как раз очень хорошая тема, но я хочу как раз вот сказать. Вот сейчас я там слово каждому, чтобы он сказал о фишках своей территории, именно теме. Ну, если можно, я только скажу… Это как раз то, о чем вот сейчас вот вы и говорите. И я бы прошел еще сконцентрироваться, почему Польша? Почему? Каждый вот сейчас я вот присутствует. Прошу сказать, почему? Ну, смотрите, я сказал, почему Польша, потому что у нас, скажем, сложились такие партнерские, скажем, ну, нет, почему? Значит, если говорить с точки зрения бизнеса, да, то на сегодняшний день Польша, я как раз о этом хотел сказать, Польша на сегодняшний день и стран центральной, и средней, скажем, Европы имеет стабильнейшую, самую стабильную, скажем, экономику в Европе. Она за 10 последних лет ВВП увеличился, скажем, в два раза. Значит, Польша очень классно, мне кажется, не надо снять, перед ними надо снять шляпу, она очень классно использовала вступление в Европейский Союз. Столько денег, сколько получила Польша, и их, скажем, инвестировала в инфраструктуру, ни одна страна этого, скажем, не сделала. Вы знаете, мне один поляк сказал, вы знаете, мы очень переживаем, что Украина сейчас так близко приближается к Европейскому Союзу, потому что нам перестанут столько давать денег. И это правда, на 2014-2020 год Польша получила 78 миллиардов евро на дофинансированные общие экономики и почти 23 миллиарда на сельское хозяйство. И они очень переживают на то, чтобы, скажем, а теперь, как используют, скажем, наши инвесторы, как мы помогаем нашему бизнесу использовать польскую юрисдикцию. Как я сказал, налоговые ставки мы особо не выиграем, но за счет диверсификации рисков, в том числе используя вот эти финансовые инструменты, на сегодняшний день ставка или финансирование Национального банка больше складает полтора процента. И вот эти дофинансирования, способные экономические зоны, которые дают определенные привилегии, скажем, при инвестировании, и вот это дофинансирование. Что это такое? Это, скажем, когда ты инвестируешь, например, миллион, то тебе по результатам инвестирования компенсировать кое-каких воеводствах оно доходит до 50-75%. И в принципе нас, правда, меньше всего интересует эта регистрация компании, это там даже миграционные вопросы, связанные с миграционным, миграционные вопросы. Вот очень классно и очень с удовольствием мы работаем как раз на сопровождении бизнеса, на сопровождении вот этих инвестиционных проектов. Наш сейчас клиентов, которые были из Луганска и которые были из Донецка, которые потеряли там весь бизнес, они на сегодняшний день инвестируют и в производство именно там. Спасибо большое. Максим, вот если можно от вас несколько слов, почему Казахстан? Смотрите, вот здесь сейчас в зале сидим мы, мы все ваши потенциальные клиенты, у кого нет офиса в Казахстане, и если у нас есть запросы, то скажите, почему Казахстан? Вы знаете, часть преимуществ, которые нас тогда спровоцировали на выход, их сейчас просто не существует. Потому что на тот момент, понятно, что сейчас в мире все расстреляется. На тот момент, когда мы приняли решение, Казахстан был так же, как и Украина со всей Европейской. Это был уверенный рост, это были высокие цены на нефть, это были масштабные инвестиционные проекты. К примеру, ну, часть из них осталось, например, там тот экспо, который был в 2017 году, это мероприятие там всемирного масштаба, это мероприятие на многие-многие десятки миллиардов долларов, которые уже инвестированы и еще будут инвестированы. Сейчас ситуация немножко поменялась, но все равно Казахстан это страна, которая в значительно, в большей степени, по-моему, наблюдения, опережает нашу страну, к сожалению, вопросами, например, дирегуляции, вопросами вообще заботы по бизнесе, вопросы возможностей работы для иностранного инвестора в стране. Я люблю сравнивать, если просто сравнить процедуру инвестирования с Украиной, денег в какую-то другую страну с процедурой инвестирования денег с Казахстана, это будут совсем не разные процедуры. Потому что казахстанец, имея свои деньги, он утром принял решение, на следующий день, вероятно, уже может перевезти куда-то деньги. Эта свобода, она манит в Казахстан, и на тот период в свою страну пришло очень большое количество бизнеса, мы тоже определенные эти возможности для себя использовали. И, ну, собственно, это близость, близость по менталитету, близость по вообще стандартам ведения бизнеса, украинскому человеку, все будет там понятно, все будет, собственно, на руку. Потому что это не какая-то там дальневосточная страна, или это не западная страна, где придется познавать что-то на руку. Спасибо большое. Михаил, я не буду спрашивать, почему Россия, просто о чем-нибудь я думаю, стоит сказать. Я думаю, тут скорее нужно сказать, какие могут быть предпосылки для того, чтобы компания подумала о развитии за пределы Украины. Естественно, если ваша компания недостаточно развилась в Украине или в той юрисдикции, в которой вы находитесь, которая является для вас базовой, то говорить о каком-то развитии за пределы страны не приходится. Поскольку если вы не смогли еще здесь развиться до нормальных размеров, то вряд ли у вас что-нибудь получится за рубежом. Поскольку этот рынок вы знаете, в принципе, досконально. Открываясь и выходя на зарубежный рынок, неизбежно компания сталкивается с серьезными проблемами, любая. Это основное проблемы культурного различия. И даже, казалось бы, вот Российская Федерация, которая казалась нам, что мы вроде внешне очень похожи, и, наверное, система мышления у нас одинаковая, как оказалось, совершенно рынок другой, рынок по-другому развивался уже 20 лет, как Украина и Россия разделились, и каждый рынок шел своим путем. Поэтому, наверное, мы можем сказать, что мы не ожидали таких сложностей, с которыми мы столкнулись при открытии офиса в Российской Федерации. А следующий аргумент, почему украинские юридические фирмы сегодня развиваются, и то, что мы сказали, какие плюсы, мы все привыкли развиваться. Мы это поколение, которое создало юридические фирмы, и мы ищем что-то, мы люди деятельные, мы ищем, куда двигаться дальше. И на сегодняшний день, к сожалению своему, в Украине мы не видим этих перспектив. Мы не видим, куда мы можем приложить свою энергию для того, чтобы развиваться экстенсивным темпом. Поэтому мы обратили свое внимание за рубежом. Если в Украине начнется инвестиционный бум, то, поверьте мне, на следующей сессии, на следующем мероприятии вряд ли мы будем рассказывать о том, почему мы открыли офис в Москве, в Австрии. Мы всем будем говорить, почему мы открыли офис в Днепропетровске, в Харькове, во Львове, в Николаеве. А, к сожалению, на сегодняшний день фактически эти офисы они очень мало работают и хотелось бы, чтобы Украина развивалась более быстрыми темпами, развивался наш бизнес украинский и наши клиенты развивались, тогда и мы будем развиваться вместе с ним. Спасибо, Михаил.